Всем привет! Это консерва спросил серба. То есть я этот выпуск законсервировал, снял его раньше и в случае чего разбить стекло, достать выпуск и вот запостить его. Здравствуй, спасибо за все видео. Какие бы ты посоветовал страны для автостопа новичкам? Good luck! Ну вот, тут за меня уже ответили, ответили удачно, но это зависит и из какого-то региона, и с какой страны, и с какого города. Для украинцев, да, это вот Грузия, Турция, это просто идеально. Там отличный автостоп, замечательные гостеприимные люди, есть что посмотреть. Моря, горы, все что хочешь. Турция, это вообще, это такая вот, это и полноценная заграница, то есть у тебя погружение, тебе нужно как-то общаться на... Даже английский сильно не поможет, поможет, но не сильно. Но все равно это такое прям вот погружение полное. Совершенно другой мир, если никогда не был за границей, ну, либо был в каких-то там странах, которые рядом. И очень интересная страна, вкусная кухня, замечательные люди, четыре моря, что еще нужно? Ну и Грузия, конечно, Грузия тут без комментариев просто. Грузия, она и есть Грузия. Вообще сейчас все намного проще, чем когда я начинал. Вся Европа безвизовая, едь куда хочешь. В мои времена нужно было получать визу, не скажу, что это было сложно, но тем не менее это как бы лишняя заморочка. Но у меня первая страна, в которую я поехал и путешествовал автостопом, это Беларусь. И вообще Беларусь это первая моя заграница, которая была раз в пять первая моя заграница. Потом вторая страна, в которую я поехал, Россия, это было вот после раз в пяти, если даже не больше в Беларуси. И тоже автостоп хороший, люди хорошие, но как бы не то впечатление, потому что не так уж и сильно заграница это. Ну, конечно, да, в первый раз это все равно заграница, но вот если поехать, как я поехал в 2012-м вокруг Черного моря, сейчас это все без виз вообще, Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Россия, Украина, вот так вот все по кругу, то, ну, просто идеально, близко и интересно. Какой банковской картой ты пользуешься в путешествии? Карта с какой валютой? Какими банковскими картами ты бы посоветовал пользоваться в путешествиях? Спасибо. Пользуюсь монобанком сейчас. Есть гривневая карта, есть долларовая карта. Очень и очень устраивает. Кэшбэк классный, часто есть кэшбэк на путешествия, то есть каждый месяц себе выбираешь, чтобы ты хотел кэшбэк, и то есть заплатил за хостел-картой, там купил билеты, что-нибудь такое, тебе там раз 3% кэшбэка. В общем, удобно. О, кстати, я ссылку в описании оставлю, там тоже партнерская программа, по 50 гривен получим, если вы зарегистрируетесь по моей ссылке. Вы получите, я получу. Ибо приватбанк уже не торт. Каусерфинг – это тема не раскрыта. Сербушка, дорогой, запили ролик, прошу тебя. Верификация 55 евро, и это на один год, я так понимаю. Галочка на год 55 евро, и все равно никто не вписывает без отзывов. Люди морозятся. Тема кауча не раскрыта. Интересно. Нахрена вам эта верификация, люди? Вот скажите, я живу всю свою жизнь без верификации, и не платил ни копейки, и живой. Отзывы – да. Зарабатывайте отзывы. Вписывайте людей. У себя в городе живете, вписывайте людей, зарабатывайте отзывы. Будут отзывы, будут люди вас вписывать. Знакомьтесь в путешествии в хостелах, я не знаю, с людьми. Общайтесь, которые просто, у которых тоже есть каусерфинг. Просто можно оставить персональный отзыв. Персональный отзыв – это тоже отзыв. Поэтому толку вам от этой галочки? В Россию думаешь вообще ехать? Нет, Россия мне абсолютно не по пути. Вопрос про дом для всех, но два месяца назад это было, поэтому как бы уже не актуально. Да, дом для всех у меня в прошлом видео. Извини за нескромный вопрос, но мне действительно интересно. Если у тебя близкие родственники, скучаешь ли ты по ним? Как повлияло такое длительное путешествие на твои отношения с ними? По-моему, я рассказывал в первом эпизоде. Да, есть у меня родители, есть брат, есть бабушка. Но все равно долгое время я жил отдельно от них. Все жили отдельно друг от друга. Просто как бы иногда виделись. Но тем не менее, сейчас 21 век. В WhatsApp общаемся регулярно, постоянно с родителями. Поэтому прям многое не изменилось. Есть какие-то мысли насчет посещения таких стран, как Бутан и Северная Корея и подобных. Как относишься к политике в их отношении туристов? Ну, про Северную Корею я все существование канала, наверное, рассказываю, что я туда собираюсь. Бутан, не знаю. Бутан очень дорого и не настолько интересно, как Северная Корея. Как отношусь к их политике? Конечно, с одной стороны, плохо, что страны закрыты, что чтобы туда попасть, нужно платить огромные деньги. Но с другой стороны, именно это и делает их интересными. То, что они закрытые. Если бы кто угодно мог туда попасть, то это уже не было бы так интересно. Привет, Серб. Я так понял, у тебя новый рюкзак, не тот, что был в начале путешествия. Как называется? Что за модель? Да, это Дойтер, модель. Вот, купил я его в Куала-Умпуре. Вот в этом выпуске. За 200 баксов. Серб, ты часто говоришь, что у тебя переизбыток общения, особенно в странах типа Ирана или Бангладеш. Но ведь это зачастую дежурное общение. Это неинтересно. Встречаются ли люди, с которыми можно пообщаться, как говорится, по душам? Если да, то как часто? Если нет, то как ты компенсируешь желание дружеского общения и доверия? Ну, да. Но не только же у меня какое-то тупое общение, когда меня спрашивают, мое мнение о длине собачьего хвоста. То есть, среди этих людей есть же и адекватные люди. Да, я не люблю, когда мне вот это вот задают там сто пятьсот вопросов с разных сторон, какие-то глупые. Но часто среди этих людей попадаются и люди, которые более адекватные, как сказать, с которыми можно поглубже поговорить, сесть, пообщаться. Конечно, без проблем. Каучсерферы те же. Они обычно абсолютно адекватные, хорошие люди, с которыми можно просто сесть вечером и поговорить. Очень приятно поговорить. В хостелах постоянно встречаешь путешественников. Опять же, интернет, я с друзьями общаюсь регулярно. Поэтому в таком общении у меня тоже абсолютно у меня нет недостатка. А у меня вот такой вопрос. Куда писать вопрос, чтобы попасть в выпуск, спросил Серба14? Ну, ну не 14, но 15, но не важно. Ну вот тут вот-вот, пожалуйста. Серб, как ты думаешь, почему ты один из самых опытных в русском ютубе путешественников, но рейтинг твоего канала невысокий и не соответствует ни твоему опыту, ни продолжительности твоего путешествия? Ну, это же все так относительно. Ну, нет же такой шкалы, что путешествуешь там 3 года, и вот у тебя должно быть, там, я не знаю, 100 тысяч подписчиков. Я, как вы знаете, никогда не гонялся за количеством подписчиков, за вот этим вот всем. Я никогда не пытался никому нравиться, точнее всем нравиться. У меня есть моя аудитория, и это достаточно. Более того, я недавно вот в стриме, в инстаграме рассказывал, что я не хочу там 100-200 тысяч подписчиков. Я просто, я не знаю, что я буду делать с таким количеством подписчиков. Это для меня будет шок. Я, наверное, закрою канал. Вы могли заметить, что я часто говорю, вот 10 тысяч, хочу 10 тысяч подписчиков, и вот они у меня сейчас есть, и это нормально. Да, окей, я согласен сейчас там на 15, на 20, окей. Сейчас уже я к этому пришел, что нормально. До этого даже эта цифра для меня была страшная, и я не знаю, если будет у меня 100 тысяч подписчиков, это просто какое-то давление, ответственность. Я не хочу, чтобы меня узнавали на улицах. Я не хочу такой вот быть публичной, что ли, персоной. Настолько публичной. Как вы видите, у меня канал не попсовый. То есть я не гоняюсь за чем-то вот таким вот... Если бы я хотел ориентироваться на прибыль, на подписчиков, на все вот эти вот вещи, я бы делал там какие-нибудь видео типа «5 фактов о Бенде», либо «10 фактов, которые вы не знали о Китае». Ну, вот такого плана. Такие видео очень хорошо заходят, но это не то, что я хочу делать. Как я рассказывал вот в предыдущих вопросах, что у меня формат был такой, что это типа как бы текстовый блог, только видео. То есть я рассказываю о своих эмоциях, о впечатлениях и вот такое. Я понимаю, что это не всем заходит, это многим не заходит. Но я ориентирован именно вот на своих подписчиков. Мне не надо дохрена подписчиков. Если я захочу нравиться всем, если я буду пытаться нравиться всем, то убейте меня. То я как блогер просто все. Это не значит, что мне не нужны подписчики. Мне нужны мои подписчики, тем, которым это заходит. То есть, если посмотрели там, понравилось, подписались. Я никого не... Я не хочу подписчиков ради подписчиков. Поэтому я считаю, что количество моих подписчиков примерно соответствует моему уровню и моим ожиданиям. Я не пытаюсь всем нравиться. И вот, например, видео недавнее, недавнее инстаграмное, которое я снимал, когда я ходил задавывал людей на улице, чтобы на меня подписались. Дело в том, что я такие видео хотел снимать уже более трех лет. Еще вот с Грузии у меня всегда были такие идеи снимать какие-нибудь, ну, типа, пранки, социальные эксперименты, всякие интервью, задавывать людей вопросами. Фишка в том, что я это делаю в других странах и типа эффект иностранца. У меня просто никогда не доходили руки до этого всего. Было достаточно работы с тревел-блогом. Единственное, что я снял в Гонконге, когда я про Украину спрашивал, что они знают про Украину. Но это было более-менее серьезно. А так вот я именно хотел подходить и людей задалбывать какими-то странными, какими-то нелепыми вопросами, просьбами и все такое. И вот я снял это видео, смонтировал. Я когда монтировал, у меня просто улыбка с лица не сходила. Это весело, это забавно, это стыдно, это вот прям вот то, что нужно. Я его смонтировал, я его даже пересмотрел, потому что когда я видео монтирую, я его пересмотрю в процессе несколько раз, и оно мне уже в конце, я на него уже смотреть не могу. Я так очень быстро пробегусь по ключевым моментам, типа все нормально, там нигде ничего не запоролось, и все нормально, и загружаю. А так, чтобы пересматривать видео, нет. А это я еще после этого всего просмотрел, такой, я подхожу к людям с фигней, которая им просто нахрен не нужна. И по-моему, это было очень забавно. И просмотрел на одном дыхании, и смонтировал на одном дыхании, и мне так понравилось, и я его загружаю, а моей аудитории оно максимально не заходит. То есть вот даже так. Если я буду снимать такие видео, а я хочу снимать такие видео, то мне для этого нужен будет другой канал. Даже моей аудитории это не заходит. Так что, как-то так. Привет. Я серп из будущего, и меня послали сюда, чтобы спасти... Что спасти? Блин, эти перемещения во времени постоянно путают мысли. Спасти галактику, планету... Нет, не то. Вселенную не то. Спасти это видео, потому что оно получилось коротким, и вот поэтому я здесь. И мне что-то нужно с этим делать. Я отвечу на ваши вопросы из будущего, чтобы его спасти. Это... А где моя борода? А что случилось с моей бородой? Это, наверное, тоже из-за перемещений во времени. Я перенесся, а борода не совсем. Ну да ладно. И рубашка помята из-за того, что вот эти перемещения постоянные. Это не потому, что я ленивый, и у меня утюга нет. Это все вот эти вот межвременные перемещения. Ладно, в общем, поехали. Зачем ты считаешь все в евро? Евро это не международная валюта. Даже в некоторых странах Евросоюза его не используют. А тут ты навязываешь нам в уме пересчитывать в доллары. Зачем? Евро не международная валюта? Это что-то новенькое. Интересно. Да, евро не во всех странах Евросоюза, но в каких странах Евросоюза используется доллар? Эээ, не в каких. А в каких используется евро? В очень многих. У меня вообще страна, в которой используется доллар, как национальная валюта, она мне попалась на шестом десятке стран. Это была Камбоджа. А до этого всегда едешь за границу, то есть едешь в Европу обычно. И ты же не будешь брать с собой доллары, чтобы их потом менять на евро. Обычно все в евро, и в евро удобно конвертировать, потому что, ну камон, в евро ты постоянно расплачиваешься. То есть доллар для меня не было какого-то представления, какого-то эталона, что я никогда ничего не покупал в долларах. А в Европе, в большинстве стран, все покупаешь за евро. То есть оно как-то само там конвертируется. Ну и, конечно, как вы помните, я начинал свое путешествие в Европе. И все я считал в евро, и продолжаю до сих пор считать в евро. Хотя сейчас в Азии более популярен доллар, и вся моя прибыль сейчас, в данный момент, да, вся в долларах. Это с Ютуба я получаю в долларах, и с Патреона. Ютуб американский, Патреон американский, я получаю в долларах. Но давайте проголосуем, вы пишите, в какой валюте вам удобнее евро, доллары. Только русские, не предлагайте свои рубли, потому что это доходит до абсурда, когда пишут, почему ты не пишешь в рублях? Под грузинским видео у меня некоторые русские писали, конечно, украинец грузинскую еду будет переводить в рубли, которые понимают только русские. Я уже не говорю о том, что завтра эти цены уже станут неактуальными. Но нет, мы же русские упоротые патриоты, которые считают, что все в мире крутится вокруг России, и российских рублей, самая стабильная валюта, и все в рублях понимают. Ладно, идем дальше. Так уж было бы не погано, виду виды ты Мальдивы, повестковую курортную частину. Я думал об этом, но перелет там самый-самый дешевый туда-назад, что-то около 150 долларов, и там по датам немного неудобно, и, в общем, моя виза уже немного подзаканчивается индийская. Если бы это были не острова, а можно было въехать и потом откуда-то оттуда выехать, но нет, в общем, неудобно. Ну, я не гоняюсь за количеством стран. Как видите, острова я вообще игнорирую. Почему забил на старый добрый автостоп? Ну, почему забил? Индия – это поезда-тая страна. Я вот недавно в моем посте в Инстаграме признавался в любви к железным дорогам, и это проще тут намного... Иногда проще автостопом. В Индии проще на поездах, потому что, вот, например, из Мумбая в Гоа либо ехать два дня автостопом, либо ноль дней и одну ночь. То есть я не теряю абсолютно времени. Когда поеду вот там в Мьян, в Таиланд, так точно там намного удобнее использовать автостоп, а в Индии удобнее использовать поезда. Просто массу времени экономится без затрат. Расскажи, что тебе понравилось в Казахстане. Казахстан – интересная страна тем, что это вроде бы как и Европа, и Азия. Приезжаешь в Алмату, а там видишь европейский мегаполис. Но в то же время есть какой-то азиатский колорит. И вот, например, рядом Тарас, который прям такой азиатский, Шимкент. Это азиатское гостеприимство. И тут раз Алмата – такой европейский город. А еще прикольно, как автостоп там работает, потому что между городами по 300-600 километров достаточно остановить одну машину, и ты проехал уже. В некотором роде Казахстан напоминает Турцию. Там тоже вроде бы и европейский такой комфорт, и азиатская экзотика. Смотрю с интересом твой канал и тоже мечтаю так путешествовать. Но удерживаю страхи. Хотел узнать, как ты переносишь болезни и отравления в своих путешествиях, когда есть необходимость отлежаться в тишине и покое. И второй вопрос. Часто ли возникают конфликты с людьми? Доходит ли до драк? Как решаешь такие конфликты? Были ли попытки тебя ограбить или обворовать в путешествиях? Давайте с конца, потому что я первую часть уже забыл. Ну, попытки ограбить не было. Когда-то я еще в самых-самых-самых первых эпизодах рассказывал, как турецкий водитель пытался у меня украсть камеру. Вот недавно, буквально вчера в хостеле в Индии, у меня ночью пропали деньги из кармана, причем шорты были прям рядом с кроватью. И вот ночью 300 руки примерно пропали. Это, наверное, единственный раз, когда у меня что-то украли. Причем было довольно дико. Но все равно есть... Я на 95% уверен, что деньги были там, когда я ложился спать. Но была возможность, что, может быть, они у меня выпали где-то из кармана. Конфликты с людьми? Ну, вот я буквально рассказывал со всякими тук-тук-драйверами и с индийцами. Но не то, что конфликты, не то, что... Они просто иногда бесят, выводят из себя. Ну, это Азия, я давно уже в Азии, я привык, просто ее нужно принять такой, какая она есть. А вот чтобы люди именно докапывались что-то ко мне, какие-то претензии, что-то такое, нет. Как ни странно, больше люди меня доводят, но чтобы до драк... Не, я обычно... Да пошел ты нах... Так, болезни и отравления. Я вот рассказывал, когда я только приехал в Индию, тоже сейчас эпизод где-то тут я вот покажу, в каком это было. Что я траванулся и, ну, просто у меня неделя была, извините, срачка. Я просто отсиживался неделю в хостеле. А так ничего страшного я пока не подцепил. Поэтому только простуда и отравление, вот это все, что было у меня. Ну, я вообще предпочитаю не болеть. Нафига оно мне надо? Так, просмотрю с интересом твой канал и удерживаю страхи. Главное сделать первый шаг выйти из дома. Просто поехать в соседнюю страну, в какую-нибудь, я не знаю, Румынию. И ты просто поймешь, как все просто. Да, конечно, будут какие-то проблемы, конечно, будут какие-то сложности. Но на фоне того кайфа, который ты получишь от путешествия, это вообще ничего. И ты поймешь, что все можно решить. И в следующий раз ты уже будешь мудрее немного. И так с каждым разом все лучше и лучше. И главное, уверенность просто потом только и прет. Когда-то у меня друг проехал из Луганска до Ужгорода автостопом. И это казалось просто... Через всю Украину автостопом. Невероятно. Что-то вообще такое сложное. А потом, когда сам уже начал ездить, так, ну, поехать к автостопам, да куда угодно. Да хоть через всю Евразию, да хоть другие страны, да без проблем. Вот ничего такого, никаких страхов не возникает. Когда ты уже шаг за шагом понимаешь, что везде можно путешествовать, в любой стране. Наша планета, наш дом. В других странах люди не ходят на головах и не пытаются тебя убить. И все там. Все мы такие же люди, как и они. Поэтому не ссы, путешествуй. Допустишь какие-то ошибки. Неважно. Сам наберешься. На своем опыте лучше учиться, чем на опыте других. Потому что опыт других нас обычно не очень-то учит. Возьми элементарно спальник, палатку, рюкзак, горелку, газовый баллон, какие-нибудь крупы, консервы. И поедь в другую страну, в соседнюю. На недельку. И ты вернешься уже совершенно другим человеком. С уверенностью и силами в себе. Какой средний бюджет у тебя уходит в месяц? Ой, блин. Такой вопрос. Вы помните, когда я начинал путешествовать, у меня был почти ноль. Я вот думал, вот начну зарабатывать по 10 долларов с канала, мне хватит. Но так как это была Средняя Азия и Турция, я даже когда-то рассказывал, что я когда-то дней 10 просто не пользовался деньгами. У меня не было необходимости. Я по Турции ездил автостопом. Все люди постоянно приглашают тебя в гости, кормят. И просто ты хочешь, даже если что-то купить, то у тебя просто нет необходимости. У тебя все есть. Ну, бюджет у меня был поменьше. Я экономил на всем. Это сейчас у меня прибыли уже больше. И я почувствовал деньги, когда я зарабатывал много во Вьетнаме. До этого стритовал в Азии, в Гонконге, на Тайване. То есть уже как-то я привык к этой планке. И сейчас вот я даже не знаю. Ну, где-то если не брать визы, то вот по Индии у меня где-то 150-200 долларов в месяц, наверное, уходит. И просто вот тот вот серп 3 года назад меня бы просто за такие расходы просто бы убил. Но, как вы видите, сейчас я трачу намного больше времени на производство видео. Я... ну и, конечно, меня темп уже такой поднапряг. Я просто предпочитаю где-нибудь остановиться там на недельку, на две, заплатить за жилье. И чтобы в спокойной обстановке помонтировать вот это вот все. Потому что это занимает намного-намного-намного больше времени, чем раньше. Вы посмотрите мои первые видео и сейчас и сравните. Ну, Индия-то не Средняя Азия, не Кавказ, не Турция, где тебя каждый приглашает домой. Да и, честно говоря, если бы приглашали... Они тоже, они гостеприимные, они очень хорошие люди. Но я просто не перенесу постоянную компанию индейцев. Мне сейчас часто просто нужно отдыхать от них. Потому что это переизбыток общения. Ладно, я уже не раз об этом рассказывал. Сколько пар обуви стоптал? Какая самая удобная, универсальная? Ой. Самые удобные кеды я тоже стоптал их довольно-таки быстро. Это были какие-то за 15 евро итальянские кеды с распродажи. Но я в них поехал, они уже довольно-таки убитые были. Но я на тот момент уже в... Стран 30, больше 30 стран я в них прошел. Это просто ноунейм какие-то кеды, но самые они удобные были. А вот сколько пар стоптал, сейчас я посчитаю. Точно не посчитал, ну не знаю, насколько точно, но вот примерно 10 пар обуви стоптал. Я учитываю как кроссовки-кеды, так и шлепки-сандалии. Но если бы у меня было хотя бы вот 3 пары таких кед, в которых я начинал, то мне бы 3 хватило бы вот так вот. Когда в Австралию, когда в Африку. Ну и тут сразу же, сразу же поперли вопросы про маршрут. Давайте я каждый, не каждый раз, через раз я отвечаю. И про Африку снова, ну сколько же можно. У меня, давайте вот сразу, ну не сразу, еще раз, в который раз объясню. У меня путешествие называется «На встречу солнцу». Я еду с запада на восток, вокруг вот так вот планеты. Я сейчас в Азии, Африка, она вот тут вот для меня, для вас это вот так. Африка на западе. Я тоже отвечал на этот раз, на этот вопрос много раз. И сейчас отвечу еще раз, потому что люди продолжают спрашивать каждый выпуск. Африка, если она будет, то скорее всего она будет уже вот после, как я объеду всю Азию, которые мне чекпоинты остались. Об этом сейчас поговорим. Потом обе Америки, потом прилечу, наверное, в Европу и оттуда в Африку. Объеду Африку и снова в Европу. Ну либо, ну в общем, это там, это просто что-то очень темное и еще не запланированное. Я даже не уверен, что я буду делать послезавтра, а вы вот у меня на такое. Итак, Азия. По Азии мне осталось добить... Кстати, 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 breaking news. Пакистан дает визы онлайн. Как я рассказывал, это очень-очень сложно. Почти невозможно было получить визу за границей, но теперь это все легко. И она 35 долларов, но там еще приглашение. В общем, это 100, больше 100 долларов получится, но это уже не 500 баксов. И я сейчас как раз занимаюсь над получением пакистанской визы. Так что я надеюсь, все пройдет и я это белое пятно тоже замажу. Хотя если поеду, то ненадолго, потому что индийская виза тоже уже просрачивается. Полгода вот так вот. Потом я еду по земле в Мьянму. Потом Таиланд, Малайзия. Я проскакаю автостопом в Индонезию. И там по островам. Папуановая Гвинея. Потом вот этот вот регион у меня все. Дан. Потом Северная Корея. Южная Корея. Северная Корея. Мне просто снится. Последнее время я не знаю, к чему это. Тибет. Очень бы хотелось пробраться на Тибет, в который расскажу. И все. А, Австралия. Австралия мне визу не дала. И я не хочу подаваться еще, потому что я не вижу видимых причин, чтобы они мне сейчас дали визу эту. Новая Зеландия. Может быть. Острова вот эти вот всякие. Фиджи, Соломоновые острова. То же самое, что и с Мальдивами, только в квадрате. Это все очень дорого. И я не вижу смысла. Просто зачекиниться, что вот я новую страну пробил. Ну, я не вижу в этом смысла. А, да. И Япония. Я сказал про Японию. Вот, да. Обе Кореи и Япония. Это связки там будет. Это вот такие первоочередные планы по датам. Спросите что-нибудь полегче. И еще мне хочется заехать во Вьетнамчик. Ставший мне уже почти родным. Просто, просто отдохнуть. Соскучился. Так, мои невидимые часы. Ну, они же из будущего. Показывают, что у меня уже время вышло. Портал закрывается. И поэтому я все возвращаюсь назад в будущее. А я возвращаюсь... Возвращаю вас к сербу из прошлого. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте покажу вам, где я снимаю. Это вот такая вот крыша. Камера несколько раз выключалась, потому что перегревалась от жары. Я встал в полшестого утра, чтобы солнце еще не так жарило. А вот оно уже встало повыше и уже камера перегревается. Все, задавайте свои вопросы вот там вот в комментариях. И я на них отвечу в одном из следующих выпусков. Пока! Посмотрите, посмотрите на имена этих замечательных людей. Смотрите, сколько их много. Именно благодаря им выходят мои видео. Присоединиться к ним можно здесь, а подписаться на канал вот здесь. Субтитры сделал DimaTorzok